И всем привет, ребят! С вами Стерванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен рейтингам. Давно у нас не было ничего такого сверхинтересного, но сегодня у нас есть определенная тема для записи видеоролика. Хоть я и немножечко уже упустил эту легендарнейшую циферку, но сегодня видеоролик будет посвящен именно ей. Сегодня будет речь идти об игроке Assa01. Сегодня только один аккаунт, только один никнейм. Но я думаю, что нам этого определенно хватит. Assa01 в личности, вообще в принципе, в игроке, я думаю, что особо много рассказывать нечего. Уже и так, я думаю, что все о нем очень много чего знают. Но для тех, кто не знает, это тот самый человек, который в свое время был лидером команды, который играл на точках, которая называлась Кастоломой. И именно он стал вторым игроком, который преодолел рубеж в виде трехсотой легенды в игре. Я считаю, что это очень знаковая цифра и определенная. После того, как я записывал видос, когда Борис у нас набрал трехсотую легенду, я говорил о том, что как только кто-то еще доберется до этой же самой цифры, я обязательно запишу видос и расскажу об этом игроке. И именно этим игроком стал Assa01. Уже на данный период времени он имеет трехсот пятую легенду, очень активно начал играть в последнее время, и похоже, именно он готов ворваться за гонку по первой легенде в игре. Почему-то мне кажется, что он может постараться догнать Бориса. Борис в последнее время хоть и активно играет, но моментами добивает меньшее количество опыта. Ну а что касаемо Assa, то я знал, ну и знаю вообще, в принципе, этого игрока уже довольно длительный период времени. Уверен в том, что если он поставит себе цель, то он сможет как минимум приблизиться к ней. Не знаю, догнать сможет или нет. Возможно, мы вместе с вами в скором увидим эту жесткую рубку и гонку. Да, отрыв все-таки с Борисом довольно-таки существенный на данный период времени имеется, но чем черт не шутит, возможно, Assa захочет это сделать. Преимущественно данный игрок играет в режиме Assa, да, на данный период времени. Он на ней набил 28 миллионов опыта. Если вы сравните со временем, проведенным там, то вы понимаете, да, насколько жестко он формил опыт. И это тот режим, который определенно ему нравится. Он заменил его на те точки, которые у нас были в обычных ББП пробоях. И там играет своими какими-то определенными стаками. Бывает даже на стримах мы попадаемся против него. Ну и понятное дело, что каждая такая каточка становится очень близкой. Да, и даже часто мы проигрываем, да, у них там все получается. Они знают, как выигрывать. У них есть большое количество разных интересных устройств. И за счет этого ребята показывают очень хорошие результаты в этом режиме. Можно так сказать, что они контролируют в матчмейкинге режим Assa. Понятное дело, что не всегда все идеально, но по большей части, да, эти ребята умеют делать вещи. Ну и Assa в том числе один из лидеров этой группы. Что касаемо пушек и вооружения, то, как я уже сказал, Титана Рельса это то вооружение, которое он использовал на протяжении длительного периода времени в игре на ЦП. Ну не изначально, конечно, когда мы начинали все это дело катать, но после, да, ему очень нравилась Рельса, ему нравилась данная комбинация. В один отпеределенный период времени вообще эта комбинация была очень жестко нагибающей. Ну и понятное дело, что здесь как бы есть опыт на всех пушках. При необходимости он может быстро переодеть одно вооружение на другое и продолжить жестко разваливать. По расходке здесь, в принципе, нет ничего такого удивительного. Коэффициент у него поменьше, конечно же, чем у Бориса. Все-таки вы видите, что по эффективности игрок находится всего лишь на 13 тысячном месте. По УПшечке 1.57 примерно такая же УПшечка, наверное, имеется у меня. Да, у меня 1.55. Поэтому я поражен, как всегда восхищаюсь, продолжаю данным игроком. Да, то есть он умеет, умеет, умеет добиваться того, чего он хочет. И, возможно, в скором будущем мы увидим эту жесткую рубочку с данным молодым человеком, с Борисом, который уже близится к своей другой цели. Идет он к 400-й легенде, которую мы тоже, я думаю, что заснимем, сделаем. Тут подобного рода тоже контентик и врыв. И у Бориса вообще в свое время там очень большое количество было достижений. Ну, видите, сейчас эти достижения там съехали по большей части. Ну и для сравнения, да, на этой неделе Аса бьет больше. На прошлой неделе все-таки Борисик набил еще больше. Скоро также у нас близится третья, трехсотая легенда, о которой, я думаю, что мы тоже вместе с вами в скором будущем поговорим. Это Мишанечка Иммортал Херудов, да, у него уже 289-я. Если он достигнет этой цели, мы с вами тоже ворвемся, поговорим о нем. Но что касаемо Асы, я даже не знаю, что можно еще добавить. Асада потенциально хороший режим для набора очков, вернее, даже не очков, а опыта. И в нем при желании можно стараться давать много. Но для этого нужно все-таки много уделять времени игре. Если Аса ставит себе цель догнать Бориса, то, возможно, стоит даже в каких-то моментах подумать о каких-то других режимах. Да, все-таки Борис играет, я так понимаю, в большей части в ЦП, ну или вообще там в разных режимах, но преимущественно именно на Магнуме, на Викинга Магнуме. Возможно, Аси тоже хочет, нужно что-то изменить, но, зная его, скорее всего, он продолжит играть осадочку. Ну и, может быть, все-таки мы увидим, как я уже сказал неоднократно, жесткую, интересную зарубочку данного игрока с Борисиком. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу достижения такой легенды от игрока Аса-01. Возможно, у вас есть какие-то еще интересные игроки, аккаунты, которые стоит пообозревать, рассмотреть. Может, даже их несколько. Может, мы сделаем какой-то отдельный выпуск, как мы делали раньше с выдающимися нагибаторскими игроками в игре. Да? Если это так, если такие игроки имеются, то, конечно же, пишите в комментариях под данный видеоролик. Ну и пишите, что вы думаете по поводу игрока, его цели. И ждем, конечно же, следующую трехсотую легенду, которую, я думаю, что уже совсем скоро у нас будет в игре. А там, глядишь, уже и Борисик свою четырехсотую оформит. И мы ворвемся с новым интересным контентом, с рейтингом. Зафиксируем данную циферку. Но я считаю, что такие моменты нельзя просто обходить стороной. Их надо хотя бы для истории определённой фиксировать. И чтобы каждый из вас смог зайти в своё время, возможно, через какой-то период времени, и увидеть, что вот именно он занимал вторую легенду по скорости в нашей игре. У меня, друзья, на этом всё. Если вам понравился видеоролик, обязательно не забывайте поддерживать её лайком, подписываться на канал, если ещё вдруг не подписаны. Также нажимать на колокольчик. Очень важно, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.